Здравствуйте, дорогие друзья! Интересная у нас тема сегодня. Галина Кузнецова, ближайшая ученица Ивана Бунина. И, конечно, есть ограниченный круг специалистов, которые рассказывают нам её историю. Тем более, что её история основывается на архивах. То есть, её архив был передан Рене Гера, это известный коллекционер француз. И он владел её письмами и всё, что было связано с её наследием. И, конечно, мы черпаем информацию в архиве Бунина. Архив Бунина – это те записи, которые делал Иван Бунин, его супруга Вера Николаевна. Это письма, которые перешли к Мелиссе Грин в Эдимбургский университет и затем были переданы в Лидский университет, где они находятся сейчас в распоряжении Ричарда Дэвиса, который совершенно невероятным образом очень хорошо сортирует и поддерживает это наследие русское. И русский архив в Лидзе – это очень известное место, где хранятся документы и письма. Они в какой-то момент печатались, материалы эти печатались. То есть печатались в виде трёхтомника, например, «Устами Буниных», где были собраны избранные отрывки из дневников Бунина и Веры Николаевны. И в последнее время издаются книги небольшим тиражом. Вот последняя переписка как раз Нины Берберовой и Галины Кузнецовой. Она вышла всего 300 экземпляров. И это письма, которые, как оказалось, Нина Берберова писала Галине Кузнецовой, а Галина Кузнецова писала Нине Берберовой на протяжении 40 лет. То есть это до сего момента достаточно закрытая информация, которая была обнародована. И там очень подробные комментарии. Вот у меня есть эта книга, я её приобрела. То есть это не мои исследования, это исследования очень многих людей, которые собраны. Есть там предисловия, комментарии, очень много отсылок к разным источникам. Есть также американские архивы. В частности, я буду говорить о тех специалистах, которые работают в американских архивах и которые за последнее время очень много интересных таких фактов о Нине Берберовой, яркой представительнице Серебряного века. Дело в том, что это достаточно узкие специалисты в том смысле, что они занимаются на протяжении очень долгого времени творчеством этих людей. То есть здесь оспорить что-то очень сложно, тем более, что когда уж они приводят какие-то факты, они приводят действительно цитаты из дневников, из книг. То есть это абсолютно научная работа. Но дело в том, почему я осмелилась погрузиться в эту область, потому что некоторые вещи, несмотря на профессионализм, они немножко приобретают тенденциозность. Поэтому на какие-то вещи я хотела бы обратить ваше внимание. Но с этим поспорить все равно сложно, потому что одно дело то, что мне кажется, а другое дело, когда это научный труп, который ведется на протяжении 20 лет, и он подкреплен дотошным вот таким очень подробным текстовым анализом. Итак, это один момент. А второй момент заключается в том, что имя Галины Кузнецовой связано не только с именем Бунина, а в свое время, в 90-е годы, был фильм Алексея Учителей, Дуни Смирновой, дневник его жены, который настолько ярко очертил образ Галины Кузнецовой, что его тоже очень сложно стереть. То есть здесь мы находимся между таким напряжением того, что мы вообще можем на эту тему сказать, того, что сказано очень большими специалистами творчества и жизни Галины Кузнецовой, то, что сказано кинематографом. То есть вот некоторое напряжение этих трех областей будет, наверное, заметно. А говорить совсем объективно, конечно, я думаю, невозможно. То есть вот у нас выступает образ Галины Кузнецовой, которая известна тем, что она в далекие 20-30-е годы знакомится с Буниным и, собственно, въезжает в его квартиру при его жене. В какой-то момент она снимает квартиру в Пасси, где она с Буниным встречается. И как бы Вера Николаевна воспринимает эту историю, ну, не как само собой разумеющаяся, но она вынуждена с этим смириться. То есть вот это такая, как говорили, судьба дарует Бунину такую достаточную радость и вдохновение в конце его жизни. Что же такое вот Галина Кузнецова? Кто такая Галина Кузнецова? Ну вот Вера Николаевна записывает в дневнике в 29-м году «Одна в Ницце, странное чувство. Город кажется мертвым, воскресенье. На набережную не выходила, боюсь встретить знакомых. Хочется один день провести в уединении. Идя на вокзал, я вдруг поняла, что не имею права мешать Яну любить. Кого он хочет, раз любовь его имеет источник в Боге. Пусть любит Галину, только бы от этой любви было ему сладостно на душе». Ну, здесь сложно комментировать, как бы, что здесь комментировать? Здесь вырисовывается определенное напряжение, которое создается в доме Буниных. И как бы игнорировать этот факт нельзя. Об этом очень хорошо написано. И это известный факт. Но здесь, конечно, интересно, до какой степени и как деликатно каждый из участников событий описывает эту ситуацию. Галина Кузнецова родилась на Украине, училась в Киеве. Петров – это ее муж, она была замужем. И вот после встречи с Буниным она в какой-то момент разводится с мужем и поселяется сначала на вилле Женет, а потом на вилле Бельведер, который попеременно семья Читабуниных снимает в Грассе. И живет она там аж 7 лет, то есть до 1933 года, время, когда Гитлер приходит к власти. И это тот самый момент, когда она встречает, после возвращения из Швеции, она встречает Маргариту Степун, с которой она потом проведет остаток своей жизни. То есть вот это такой удивительный ход судьбы, когда молодая женщина, немножко заикающаяся, в своих фиалковых платьях, с фиалковыми глазами, очень преданная ученица, поэтесса, вот становится таким спутником жизни Читы Буниных. И как эта идиллия в какой-то момент, как будто завершается определенный круг, заканчивается, потому что появляется очень властная женщина, певица Маргарита Степун, сестра известного философа, которая как бы поглощает внимание этой молодой девушки, но тем самым она освобождает Веру Николаевну от того ощущения обманутости и сложности, которая создалась в их семье. Бунин это расставание воспринимает очень болезненно. И даже, вы знаете, я вам признаю, что в момент, когда я читала, мне даже показалось, что он преувеличил вот этот момент того, что Галина Кузнецова оставила его ради дамы, вот, что на самом деле отношения между женщинами, конечно, складываются очень теплые или страстные, но они основаны вот на эмоциональной близости. И, конечно, там нет вот этого перехода грани, на который опираются некоторые исследователи. И если Бунин и писал об этом, он очень многие дневники свои уничтожил на эту тему. И вообще эта информация, та, которая была в Лидзе, вот из дневников, она не публиковалась, она как бы зачеркивалась. То есть она проступает намеками. Там как бы очень многие записи, они, даже если они были, они либо уничтожены, либо не опубликованы. Но, несмотря на это, мне как бы иногда кажется, что попытка высветить эти отношения очень явным образом, она тоже надуманная, потому что отношения между женщинами, естественно, складываются, но они не складываются вот в такой страстной, окончательной форме, особенно вот между нашими героями. Итак, Маргарита Степун. Вот она яркая, умная певица, и вот она завоевывает в некоторой степени абсолютно внимание Галины. Галина – человек, с одной стороны, уважительный, с другой стороны, вот у нее есть определенное такое женское очарование. То есть, конечно, своей молодости она производит на Бунина очень большое впечатление. принято считать, наверное, среди соратников Бунина, что она не была очень глубоким человеком. То есть, по сравнению с Динаидой Гиппиос или по сравнению с самим Бунином, она была как бы скромной персоналией. Но, когда вы начинаете читать ее прозу, и когда вы как бы следите за ее жизненным путем, получается определенного рода совершенно другая картина. То есть, вырисовывается человек во всем его становлении, творческая личность во всем его становлении. Нина Берберова, мы будем говорить, она как раз проливает, их переписка проливает очень большой свет на образ самой Галины Кузнецовой. Но вот с Маргаритой и Степун, они обосновываются сначала на вилле Бунина, вот, а в какой-то момент они уезжают, и после их отъезда начинается война, и поскольку Марга еврейского происхождения, и в Париже они очень боятся того, что немцы будут Маргу преследовать, они возвращаются обратно к Бунину, и Бунин их принимает в своем доме, несмотря на все в обиду, несмотря на то, что Галина публично как бы оскорбляет его тем, что она выбирает другого человека, да еще это вот такая двусмысленная ситуация, и после этого они уезжают в какой-то момент в Америку, в Нью-Йорк, а потом они перебираются в Германию, в Дрезден, потом в Мюнхен, они похоронены в Мюнхене чуть ли не в одной могиле, они продолжают редактировать и книги Нины Берберовой в какой-то момент, и главные книги Ивана Алексеевича, то есть они связь с Буниным не теряют. Но вот то, что происходило на юге Франции, то, что происходило на вилле Буниных, это описано в знаменитом произведении «Грасский дневник», которым больше всего Галина Кузнецова известна. вот она пишет «Грасский дневник», где она в очень поэтической манере излагает все то, что она видит и чувствует. И потом ее за этот дневник очень критикуют, потому что она очень многие подробности опускает. Вот Нина Берберова, она просто будет обрушиваться на Галину Кузнецова, говорит, почему вы так, почему у вас проза нефункциональна, почему вы нефункциональны, вы не видите причинно-следственные связи. Она создает такую определенную ауру и опускает очень важные подробности по причине уважения и по причине того, что, как она говорит, у меня функциональная душа, то есть моя душа не позволяет мне ставить точки над и в каких-то моментах. Ну вот как она пишет этот свой знаменитый «Грасский дневник»? Девятнадцатого мая Грасс Живу здесь почти три недели, а дело не делаю. Написала всего два стихотворения, прозы же никакой. Все хожу, смотрю вокруг, обещаю себе насладиться красотой окружающего как можно полнее. Потом работать, писать, но даже насладиться до конца не удается. Пустынные сады, террасами лежащие вокруг нашей вилы, меня манят большей частью платонически. Взбегаю туда на четверть часа, взгляну и назад в дом. Зато часто хожу в открытой площадке перед вилой, смотрю, не насмотрюсь на долину, лежащую глубоко внизу до самого моря и нежно синеющую. На горизонте горы те дикие моры, в которых скитался Мапасан. Очень такая литературная проза, очень охвачена этим ощущением Южной Франции. Очень точно это передано, то есть вот здесь влияние Бунина, его поэтического и прозаического стиля очень заметно. Зной на великолепный день. Море придвинулось и лежит на горизонте полным голубым дымом, так что глазам весело, небо побледнело от обилия света, и хвойное раскидистое дерево на этом свете и лазуре прекрасно. После завтрака я и я лежали, лежал в полотняных креслах, поталым зноем и разговаривали о литературе, о том, что надо, чтобы стать настоящим писателем. Вот такая беседа с писателем, которая воссоздается Кузнецовой. Вера Николаевна комментирует вот те моменты, когда Марга Степун и Галина Кузнецова встречаются после присуждения Нобелевской премии. Это 1934 год. То есть вот через год после того, как Галина Кузнецова с Маргой знакомится. Марга у нас третью неделю. Она нравится мне. Можно с нею говорить обо всем. С Галей у нее повышенная дружба. Галя в упоении и ревниво оберегает ее от всех нас. Ну вот здесь как бы совершенно невозможно конечно спорить с мнением Веры Николаевны, потому что считается кроме Нины Берберовой, которые даже называют ее очень глупой женщиной. Вот. И как бы конечно мнение Веры Николаевны оно не оспаривается. Но дело в том, что здесь вот как бы начинается такое определенное напряжение и вы видите, что с одной стороны Вера Николаевна конечно очень сильно переживает, но вот она эту историю описывает досконально, подробно, пытаясь объяснить, что же происходит. И конечно она не говорит о том, что она видит в этой ситуации спасение, но отношение к Марге у нее конечно как бы показано как вот такое вдохновленно положительное. Марга довольно сложна, продолжает Вера Николаевна. Я думаю, у нее трудный характер. Она самолюбива, чисто любива, очень высокого мнения о себе, о Федоре Степуне и всей семье. Но к нашему дому она подходит. На всех хорошо действует ее спокойствие. Ян как-то неожиданно стал покорно относиться к событиям, по крайней мере по внешности. Дома у нас это от 14 июня 1934 года. Дома у нас нерадостно. Галя как-то не найдет себя, ссорится с Яном, а он с ней. Марга у нас 8 июля 1934 года. Ну вот далее. В доме у нас нехорошо. Галя того гляди улетит. Ее обожание Марги какое-то странное. Если бы у Яна была выдержка, то он это время не стал бы даже с Галей разговаривать. А он не может скрыть обиды, удивлений, потому выходят у них неприятные разговоры, во время которых они, как это бывает, говорят друг другу лишнее. 11 июля 1934 года. Уехала Марга, Галя ездила ее провожать до Марселя 23 июля 1934 года. Ну вот чтобы сравнить, как к этому относится Иван Алексеевич, вот здесь тоже есть записи самого Бунина от 8 марта 6 июля и 15 августа. И вот констатирует он, конечно, положение вещей печальное. Разговор с Ге. Я ей. Наша душевная близость кончена и ухом не повела. Без конца длится страшно тяжелое для меня время. Позачера в лунную ночь Марга устроила в саду скандал. Любить значит верить. Через несколько месяцев в дневнике Веры Николаевне вынесен как бы окончательный приговор о Кузнецове и Степу. Они сливают свои жизни. До чего они из разных миров, но это залог крепости. Пребывание Гали в нашем доме было от Лукао. То есть вот здесь такой определенного рода приговор, да, вот как эта жизнь складывается. Ну вот я в какой-то момент, когда вам это рассказываю, но вот как будто у меня тоже ощущение, что я вторгаюсь не совсем на правильную территорию. То есть конечно есть вот такой взгляд, возможно он правильный, собственно это мой взгляд, что надо рассматривать только литературные произведения. То есть многие представители архивов, они или ученые, они не смотрят на биографические какие-то данные. Но поскольку вот в этом конкретном случае дневник Бунина находится за границей, поскольку им занимаются люди, которые подходят к этому очень профессионально, вот эти все данные, они получили открытость. Поэтому мне бы не хотелось здесь рассказывать это как вот такие какие-то подробности, но это вот такой факт, который повлиял очень сильно на биографию этих людей. Просто какие-то определенные точные цитаты мне хотелось бы довести до вашего сведения. Значит, когда в 39-м году Кузнецовы и Степун вернулись в Грасс и прожили там до апреля 42-го года, это произошло, как я вам сказала, по причине того, что и Марга, и Галина Кузнецова, они боялись, что будет определенного рода преследование со стороны немцев и фашистов. Вот, и Бунин их принимает, то есть он принимает их со всем открытым сердцем, вот, и он разрешает им жить, и они живут там еще, как вы видите, три года. Потом они работают в ООН в США, и вот очень подробно в этой книге, где опубликованы письма Берберовой и Кузнецовой, и Кузнецовой и Берберовой, вы видите о том, как было непросто в Америке, там даже такие подробности о том, что Марга как бы себе позволяет многие вещи, она покупает машину дорогую, вот, а Галина, она как будто бы вот сходит на нет, она себя ограничивает, она не дает себе свободы, то есть, конечно, их дальнейшая судьба, она не столь романтична, и, как я еще раз говорю, мне кажется, что вот их взаимное притяжение, их взаимные взаимоотношения, даже если они названы определенным образом в дневниках, они таковыми не были, потому что вот то одиночество, в котором оказалась Галина Кузнецова, то одиночество как бы без семьи, без определенного вот такой возможности преклонить голову, вот для ее такой не совсем сильной натуры, вот этим выходом стало знакомство с сильной женщиной, то есть, это не те истории эротического плана, которые мы себе рисуем, а это вот такие эмоциональные возможные погружения в другого человека, которым Серебряный век очень славится, и как бы читая современные трактовки, мне даже показалось, что истории про Марину Светаеву, они тоже надуманные, потому что вот известная история Софьи Порнок, это вообще юношеская история, то есть, мне кажется, что последующие поколения исследователей, хотя они досконально исследуют письма и дневниковые записи, они воспринимают это все каким-то ложным образом, то есть, это были взаимоотношения между двумя женщинами, но они были как бы на уровне такого взаимного спасения, не было там такой близости, о которой нам все время ученые намекают, и вот Бунин сильно переживает по поводу расставания, по поводу вот этого положения, и вот он и в письмах, и в дневниках как бы вот один из тех людей, которые, наверное, очень слишком яро пишут о том, что происходит, и вот как бы другим источником информации является Рене Гера, это как раз тот коллекционер русского наследия, который потом во Франции встречается часто с Галиной Кузнецовой, вот, и, собственно, он и говорит, пишет эту статью, где он говорит о том, что в конце жизни Галина Кузнецова очень становится похожа на Маргу, вот, и к нему переходят ее письма, вот, и он становится фактически владельцем той части архива, которая остается от Галины Кузнецовой. Теперь современные исследователи, вот очень одна из ведущих исследовательниц творчества Галины Кузнецовой, это Ольга Демидова, она пишет вступление к Градскому дневнику, который издается в 2000 году несколько раз, и она как раз является тем исследователем, которая открывает нам как бы другой взгляд на Галину Кузнецову, говоря о том, что это была очень яркая личность, если не столь яркая, как Нина Берберова, но, по крайней мере, очень самобытная личность, и что она была вовсе не в тени Бунина. И, собственно, Ольга Демидова издает переписку между Кузнецовой и Ниной Берберовой, о которой я вам говорила, и к которой мы с вами подойдем. Ну, вот переписка, она была издана буквально недавно, и, конечно, там Ольга Демидова проведен колоссальный такой анализ, она очень-очень аккуратно, дотошно рассказывает об этой динамике переписки двух женщин-писательниц, вот, и вот я сейчас подробно опять-таки погружалась в эти цитаты, вы там действительно видите, понимаете взаимоотношения между этими двумя фигурами. Почему это удивительно? Это удивительно, потому что имя Галины Кузнецовой, оно всегда было при Бунине, она была всегда вот таким образом, который не дает возможности как бы писателю известному, не дает ему личной жизни или мешает ему и является вот таким очень блеклым отражением его собственных чувств и творческого пути, то есть вот ее двусмысленность, она очевидна, и Ольга Демидовна, конечно, очень ярко рассказывает в своем вступлении, что это не совсем так, и говорит, насколько Грасский дневник дипломатическое, тонкое, интересное произведение, но вот эта переписка здесь тоже целое исследование, тоже целая попытка, потому что вот здесь прямо целая как бы прогрессия, как Нина Берберова с Галиной Кузнецовой, как они начинают свою дружбу, которая длится аж 40 лет, они 40 лет переписываются, вот, и сначала они видятся во Франции, еще когда Нина Берберова приезжает к Буниным с Ходосевичем, а потом они обмениваются самыми вот такими секретными, какими-то душевными моментами, и в какой-то момент их дружба как бы сходит, наверное, на нет, потому что, как считает Ирина Демидова, и как как бы видно из писем, потому что вот отходит Нина Берберова от Ивана Бунина, да, она его публично критикует, Бунин критикует Берберову и обвиняет ее в том, что она поддерживала нацизм, да, в коллабораторстве, и вот это обвинение очень сильное, и как бы чтобы об этом сказать 100%, здесь тоже привлекаются американские архивы, мы сейчас дойдем до этого момента, вот, но мы с вами уже говорили в связи с Ниной Берберовой, что это ну как бы палка о двух концах, потому что с одной стороны она рассказывает, как ее вызывают в гестапо, вот, и как говорят вы масонка, она говорит, я не масонка, потом есть записи, в которых вы видите, что ее чуть ли не обрили на лысо, что она очень боялась встречи с немцами, а с другой стороны есть такой момент очевидный, что как бы когда немцы пришли в Париж, что они не были той страшной силой, которую мы себе представляем, то есть половину иммигрантов русских, они не поддерживали фашизм, они поддерживали как бы против советов немцев и мечтали найти в них какое-то определенное творческое вдохновение, то есть это не было так страшно, как это звучит на данный момент, поэтому она естественно не поддерживала нацизм, но она не восприняла их таким страшным образом, как, например, воспринял Бунин, то есть вот это было одним из точек преткновения, почему Бунин и Нина Берберова, почему они разошлись уже потом как бы очевидно из писем совершенно, но вот продолжают переписываться Кузнецова с Берберовой, вот цитата, которая реферирует к заботе и подаркам Нины Берберовой, Нина Берберова посылает и Марге, и Галине подарки, да, и Галина Кузнецова комментирует, спасибо вам за неустанную волю к некоторому услаждению нашей жизни, кроме вас никто из старых знакомых и друзей не подумал об этом, то есть это очень теплые отношения, и более того, она спрашивает ее размеры конкретные, Цветаева также в своих письмах упоминает одежду, на тот момент они очень много бедствовали, поэтому здесь вот эти как бы непоэтические детали, они имеют большое как бы значение, очень сильно нам эту эпоху демонстрируют, вот собственно эта книга о переписке, Нина Берберова, Галина Кузнецова, 20-е, аж 60-е годы, исследования об отношении Бунина и Берберовой, да, это еще один у нас источник, это Ирина Винокурова, вчера в Альянс Францесс, это французский институт, была потрясающая презентация и встреча, посвященная Нине Берберовой, и вот как раз Ирина Винокурова, она выступала, она находится в Америке, она получала очень много премий в журнале «Звезда», она публиковала в журнале «Звезда» потрясающие совершенно такие детали из архива Нины Берберовой, вот, то есть здесь как бы комар носа не поточит, она написала биографию Нины Берберовой, вот, единственное, что вот я себе позволю, но это очень сильный исследователь, поэтому мои вот как бы комментарии, они будут несколько смешны, но некоторые моменты, мне все равно кажется, они не совсем обоснованы, вот, но вот Ирина Демидова, например, она абсолютно беспрекословно как бы вот к этому исследователю относится, и она просто переносит какие-то цитаты без сомнений, да, но вот здесь, мне кажется, такой момент тонкий, что находясь в Америке, исследователь как бы вот использует такие американские способы исследования, то есть вот она два момента отмечает, очень ярко, вот это коллабораторство, да, что Берберова работает на Германию, вот, из-за этого она ссорится с Буниным, вот, и она, например, вот во многих статьях пишет об увлечении, пишется об увлечении Берберовой французской переводчицей Миной Жирно и о разводе с Макеевым по этому поводу, Макеев, Николай Макеев, это второй, это другой супруг после Ходосевича Нины Берберовой, но вот мне это кажется очень надуманным, потому что в принципе она, Нина Берберова уничтожает свои записи, никаких таких прямых доказательств нет, и какие здесь могут быть доказательств, то, что она пишет очень нежно об этой Миной Жирно, то, что она говорит о том, что они вместе переводят или даже соединяют свои жизни, это все как бы абсолютно немножко о другом, да, это вот такая душевная близость, которая складывается, и потом, когда, вот я читаю определенного рода выводы, о том, что это выбор гендера, и что Кузнецова сделала свой выбор гендера, а Берберова не до конца сделала свой выбор, вот мне это очень смешно, да, потому что это очень зрелые такие женщины, которые, конечно, в эти детские игры не играют, вот, и несмотря на текст, да, даже несмотря на текст, как бы это не совсем правдоподобно, поэтому вот мне очень хотелось бы это озвучить, чтобы вот эта мифология, она не совсем повторялась, потому что это очень неоднозначно, что здесь есть какие-то нежные чувства, больше, чем дружба, вот, ну вот мирное журно, да, 19 апреля 47-го года Берберова доверительно сообщает Кузнецовой о своей подруге, с которой она соединила свою судьбу, но это комментарии американской исследовательницы, которые, как бы вот здесь комментируют, мне кажется, не совсем то, что есть, она пишет, я ее научила русскому языку, и мы вместе переводим на французский, она и стихи пишет, и о живописи пишет, и вообще человек очень замечательный, яркий, особенный, с ней вместе я и надеюсь переехать на отдельную квартиру, ну и что, вот, здесь нет никакой повышенной дружбы, в письме от 5 мая Кузнецова приветствует новую дружбу Берберовой, откликаясь не менее доверительным, но столь же запрограммированным рассуждениями о тесной женской близости, в которой есть много напряженной духовной прелести, завершающими признанием, я это знаю по опыту, но вот душевная близость, которая почему-то трактуется несколько более предвзято современными исследователями американскими, вот, и мне хотелось бы как бы еще раз сказать, что это не совсем так, но вот дальнейшая переписка, да, 47-й год, это уже после войны, 16 декабря, Берберова признается, слово признается, это как раз исследователь комментирует, мы не вместе, и вместе строить жизнь не можем, так как она человек очень трудный, и я 3 года несла на себе страшную тяжесть ее нервности, сломанности, мне казалось, что я могу ее переделать, но я думаю, что переделать никого нельзя, мы очень любили друг друга, она открыла мне целый мир, но я не в силах отдавать себя так, как отдавала до сих пор, мне хочется быть одной, быть свободной, и вновь Кузнецова с готовностью откликается на это признание, 5 января 48-го года, она пишет, то, что вы пишете о сложностях отношений с вашей подругой, мне очень понятно, вот, но как бы то, что ей понятно, то, что все это понятно, опять-таки, понятно, что писательницы очень глубоко ощущают жизнь, что они очень близко сходятся с людьми, я даже думаю, что вот интересно, что как бы на данном этапе мы не настолько погружаемся в друг друга, да, а серебряный век, они очень сильно погружаются друг в друга, вот они исследуют любую возможность быть с другим человеком, рядом в творчестве, и как бы вот этот факт, он, конечно, очевиден, такая сильная женщина, как Нина Берберова, вот она интересуется, она посылает подарки нежные, она даже и когда едет в Стокгольм, она едет на свое второе издание Чайковского, вот она оттуда посылает презенты Кузнецовой, и там же она как бы вот рассказывает, как она хочет купить подарки Журно, и как она вот свое окружение, своей вот такой не любовью, а тем отношениям, которые складываются к людям, как она хочет каждого человека отметить, поэтому, конечно, эти факты очень интересны, но, конечно, они не свидетельствуют о чем-то большем, ну вот Ирина Винокурова, как раз американские архивы, журнал «Звезда», вот она пишет о Журно, о том, что Берберова тратила значительную часть денег, которую она получала как гонорар за биографию Чайковского в Стокгольме для оставшегося в Париже близкого человека, и она делает вывод, что этот близкий человек Журно, все купила, запаковала, отнесла на почту, посылка придет в Париж до моего приезда, я не положила в нее ничего съестного, только теплые вещи, два свитера неописуемой красоты, шесть пар теплых носков, шерстяные перчатки, и порошок, чтобы их стирать, сапожки и крем, чтобы их чистить, пальто легче пуха и шапку, какую носят эскимосы, это чтобы все прохожие оглядывались, это доставляет особое удовольствие сейчас, кто-то потеряет голову от радости и без головы, но в шапке придет меня встречать на вокзал, но вот такая трогательная дружба, она вот почему-то немножечко через край исследователям описывается, из письма, из писем Берберовой, Кузнецовой, Берберова в письмах Кузнецовой подробно говорит о подарках, которые хочет приобрести в Стокгольме, вот, и это жест, как бы знак теплого отношения, если у вас есть в Стокгольме кто-нибудь или поручение, вы ведь там были, или вы хотите, чтобы я послала вам что-нибудь очень нужное из Стокгольма, то напишите мне к 22 числу по адресу, вот так они нежно тоже переписываются, письмо от 6 ноября 46 года Париж, единственное, что было важно в моем том письме, это то, что я спрашивала ваши размеры, на предмет посылки вам платья или чего-нибудь насильного, пожалуйста, если еще не послали мне их, то сообщите ваш объем груди, боков и длину от шеи до подола, ну вот возможно вам кажется это чуть больше чем нужно вот эти детали, но это они занимались не только поэзией и прозой, видите до какой степени они занимались и жизнью тоже, насколько они и бедствовали, ну вот теперь как бы раз мы заговорили о Журно, что это была переводчица, которая работала с Ниной Берберовой, Нина Берберова об этом пишет Галина Кузнецова, но вот как бы критики и держатели архивов, они ссылаются как доказательство на то, что в этот момент Берберова пишет пьесу «Маленькая девочка», о которой мы с вами говорили и что там прообразом становится Журно, потому что она знакомится с ее супругом, с Николаем Макеевым и въезжает к ним в квартиру и как бы вот находится вот такой как бы получается треугольник и потом как бы становится не до Макеева, невозможно уже поддерживать с мужем отношения, но дело в том, что вот я обратилась к тексту «Маленькой девочки» и вы там видите, что абсолютно другая ситуация, то есть там близко нет этого вывода. И я для чего это вам говорю? Я это говорю для того, что мне хочется поделиться, как можно все-таки какие-то вещи навязать. То есть вот «Маленькой девочке» очевиден вывод, что героиня, а там я вам напомню идея о том, что знакомится муж с маленькой девочкой, вот с этой героиней молодой, он приглашает ее в дом, вот, а потом жена очень интересуется, душевно проникается к этой девочке, потому что у пары нет детей, но муж понимает, что он теряет свою жену, что она эмоционально будет связана с другой женщиной. Вот, и, собственно, он готов выгнать эту девочку. То есть, вот эта лишняя девочка, она здесь абсолютно явно показана, что между супругами не может быть никакого третьего лица. И даже если это третье лицо возникает в произведении «Маленькая девочка», оно и возникает для того, чтобы показать, до какой степени оно лишнее. Но в реальной жизни мне кажется, что как раз именно вот такая схема действует. Поэтому, почему исследователи делают вывод о том, что Нина Берберова предпочитает Макееву Мину Журно, это совершенно непонятно. То есть, вот такая мифология, которая формируется, которая неправильна, она никак не подтверждается этим романом. Наоборот, это подтверждается, что как бы этих отношений не существует, а если они существуют, они существуют на очень короткий срок. Вот, поэтому как бы вот здесь как раз забота, очевидно, друг о друге. вот и абсолютная вот такая дружба с Кузнецовой, которая прослеживается. Ну, конечно, факт публикаций очень интересен этих письм. Ну, вот письмо от 68-го года уже Нина Берберова пишет. Дорогая моя Галя, получила вашу книгу, села ее читать и не встала, пока не кончила. Вот это очень важное письмо, потому что здесь Берберова со всей своей как бы строгостью ума, со всем своим умом, со всем своим анализом. Она говорит, что то произведение, которое Галина Кузнецова написала о семье Буниных в Грассе, оно недостаточно корректно, потому что там ничего не сказано. То есть обычно критикуют произведение, вот я критикую за то, что слишком много сказано держателями архивов, специалистами американскими. А здесь Берберова наоборот говорит, что вы ничего не сказали, вы вообще написали какую-то сказку. И в этом письме как раз она раскрывает дипломатичность такую слишком большую Галину Кузнецовой. Дорогая моя Галя, получила вашу книгу, села ее читать и не встала, пока не кончила. Чудно вы пишете о людях, не скрою, что описание природы я пропускала все, потому что даже у Тургенева и Бунина их не читаю. Времени осталось жить не так много и, конечно, хочется функционального. На нефункционально не хватает меня уже давно. Я наслаждаюсь вашим рассказом и грустила ужасно. Боже, какая невозможно печальная была ваша жизнь. Почему все было так грустно? Почему все было так меланхолично все эти семь лет? Почему вас обижали? Почему не так ценили, как надо было? Она очень жестко к ее городскому дневнику относится. Это остается загадкой, потому что вы ничего не говорите о самом главном, не развязывайте никаких узлов. Помните ваш мариак, известный французский автор, немой, сказал, только то, что есть самого тайного для человека, может по-настоящему тронуть другого. Почему вы не последовали этому правилу? То есть Берберова пишет в своей личной переписке Галине Кузнецовой, она говорит, но почему же вы это все не раскрыли? Почему вы эти тайны нам не показали? Это все, что вы придумали сокрыть, это неинтересно, надо все рассказывать. И в ответном письме Кузнецова парирует, она объясняет, мне кажется, потрясающе объясняет, уже, видите, это 68-й год, можете себе представить, 23 мая. Дорогая Нина, спасибо за милое письмо, рада, что вам было интересно прочесть хоть часть моей книги. Нефункциональная природа у меня всегда была функциональная моей души, но ведь это дело натуры, люди все разные. Может быть, так и лучше, разнообразнее. Отвечу на главное, говорить о том, что вы называете тайным, не нужно, для меня не нужно в этом дневнике. Для кого, зачем? Для обывателя тонкий человек и сам почувствует, а об остальном я не особенно забочусь. Вот так она как бы вот оставляет определенную вот такую дымку недопонимания. Дымку недопонимания она не ставит точки нады и, наверное, имеет на это право. Но вот интересно всегда рассказывает Анабокове о том, что в его книге «Истинная жизнь» Себастьяна Найта он хочет прикоснуться к тайне, а потом отходит, что еще от Платона идет вот такое мысль о том, что к истинному бытию не надо дотрагиваться, до тайного не надо дотрагиваться. Есть определенные как бы таинства бытия, до которых нельзя дотянуться. И когда мы это делаем, мы что-то нарушаем. Вот я тоже немножко это нарушаю, вот, поэтому простите меня, если я это делаю. И так наступает конфликт, да, вот к определенного рода конфликт все-таки между Берберовой и Кузнецовой, вот, и исследователи наши Ирина Демидова говорят о том, что вот это неявный конфликт, который обусловлен несколькими факторами, Берберова обращается к Кузнецовой слишком прямолинейно, авторитарно, в ряде случаев откровенно агрессивно, или по причине жизни, или по причине того, что как бы вот от Бунина она расстраивается, вот, а Галина Кузнецова продолжает определенную вот такую свою как бы позицию невмешательства. В этом же письме Берберова рассказывает о скандале выхода Бунина из Парижского союза русских писателей и цитирует фразу писателя Бориса Зайцева «Я похоронил Ивана». В этом же письме Берберова пишет о своем впечатлении от Бунина. Бунин пришел и сел в первый ряд, он много кашлял, выглядел совершенно совершенным трупом и вообще кажется собирался умирать и это русский писатель. Ну вот я, конечно, не буду озвучивать всю переписку, вот, потому что действительно Берберова в какой-то момент начинает говорить очень резко, особенно резко она говорит о своем последнем посещении Бунина, о том, как он плохо выглядит, о том, как он со своим знакомым говорит вы первый, вы гениальный, как они обмениваются вот этими фразами, вообще какое жалкое зрелище. И, естественно, когда вы читаете эту переписку, то складывается ощущение, зачем же нам это все знать, вот, не стоит ли нам обратить внимание только на прозу этих замечательных людей, но действительно вот это очень сложный вопрос, до какой степени мы имеем право погружаться вот во все эти детали, которые уже стали, как бы вот таким, наверное, как бы стали открытой общественности. Берберова очень жестко об Унине пишет. Берберова, действительно, Иван Алексеевич, видимо, совсем потерял рассудок, ведь его годы делать такие фопа уже просто неприлично. И добавляет она дальше, но я знаю, как обстоят дела в недрах, так сказать, и поэтому мне его все же бесконечно жаль. Но вот так она достаточно резко, конечно, говорит о Бунине. При этом Кузнецова, которая, как вы понимаете, к Бунину относится деликатно и очень проникновенно, вот она отвечает Берберу, я ему уже месяц ничего не писала, так как мне не по себе, а он тоже молчит с тех самых пор. Уже очень видно ему неприятно самому, он ведь знает мою установку в этом отношении, и странным образом до сих пор со мной считается. Ну вот о самом Бунине уже письмо Берберовой от 15 января 49 года Париж. Бунин вам, вероятно, пишет, вы знаете, вероятно, в каком он страшном состоянии, злится он на Зайцева, на редакцию «Русской мысли», на «Союз писателей», на меня, на Александра Блока, Ницше, Достоевского, Мережковского, Платона и Колумба, то есть на людей, которых искренне ненавидит. Ну вот так очень ярко она пишет. Ну вот здесь у меня несколько вариантов текстов, которые я хотела привести вам. И тексты, как бы я перехожу уже к другому, как бы к другой тематике. Это тематика, естественно, не писем, а как бы регистрации жизненных вот таких установок из текстов. То есть мы можем смотреть на письма, а мы можем смотреть на прозу. И, конечно, в прозе как бы даже мы можем почувствовать разницу, до какой степени проза более явственно показывает нам настроение писателей, чем их письма. То есть вот здесь такой спорный вопрос. Мы будем смотреть письма, чтобы узнать, что думал автор, или мы будем смотреть прозу? Вот я нашла такой удивительный рассказ из цикла Темной аллеи Бунина в Париже. Он рассказывает, как встречаются два достаточно несчастных человека, и вот как они хотят быть вместе. Но вот это настолько пронзительно, вот они все опущены, и все равно они пытаются избавиться от этого одиночества. Но скажите правду, говорила она, вот эта случайная женщина, щепотками снимая с кончика языка крошки табаку. Ведь были же у вас встречи за эти годы. Он отвечает, были, но вы догадываетесь, какого рода ночные отели, а у вас? Она помолчала. Была одна очень тяжелая история. Нет, я не хочу говорить об этом. Мальчишка, сутенер сущности. Но как вы разошлись с женой? постыдно. Постыдно. Тоже был мальчишка, красавец, горячонок, чрезвычайно богатый. В месяц, два не осталось и следа от чистой трогательной девочки, которая просто молилась на белую армию, на всех на нас. Стала ужинать с ним в самом дорогом кабаке пера, получать от него гигантские корзины цветов. Не понимаю, неужели ты можешь ревновать меня к нему? Ты весь день занят, мне с ним весело, он для меня просто милый мальчик и больше ничего. Милый мальчик, а самой 20 лет. Нелегко было забыть ее, прежнюю, Екатеринодарскую. Как живет эмиграция. И в какой-то момент вот эти два одиночества уже в таком возрасте, они встречаются и потом он говорит, поедемте ко мне, сказал он печально, посидим, поговорим еще. Да, да, ответила она, вставая, беря его подругу, и прижимая его к себе. Ночной шофер русский привез их в одинокий переулок к подъезду высокого дома, возле которого в металлическом свете газового фонаря всыпался дождь на жестяной чан с отбросами. Вошли в осветившийся вестибюль, потом в тесный лифт и медленно потянулись вверх, обнявшись и тихо целуясь. Он успел попасть ключом в замок своей двери, пока не погасло электричество и вел ее в прихожую, потом в маленькую столовую, где в люстре скучно зажглась только одна лампочка. Лица у них были уже усталые. Ну вот вы видите, как Бонин, как бы насколько явно вот эти письма, о которых я говорила, несмотря на их правдивость, насколько вот этот анализ писем, насколько он отличается даже сами письма от прозы. То есть, как бы вот какой, мне кажется, вывод напрашивается? Вывод напрашивается, что, получается, мы не совсем должны открывать себя вот этим подробностям, потому что, наверное, то, что сам писатель хочет рассказать, это гораздо более важнее, чем ту правду, которую мы хотим найти. И вот такой пример у меня рассказывали, мы говорили с вами о Хемингуэе, что он пишет праздник, который всегда с тобой, The Movable Feast. Это книга, которая издается его четвертой женой. А потом в какой-то момент сын второй жены, Полины Пфайфер, он делает восстановленную редакцию. Он говорит, что то, что издала Мэри Уэллш, четвертая жена Хемингуэя, это не все не так, нужно переделать. То есть, фактически, писатель не властен над тем, что происходит с его текстами. Но дело в том, что писатель все-таки имеет право ограничивать какие-то вещи, которые о нем будут известны. Вот это очень как бы сложный этический вопрос, видите? Поэтому вот Бунин, он рассказывает об их несчастье таким образом. Анина Берберова издает курсив «Мой», где она упускает журно, она упускает очень многие подробности жизни, она не пишет те ужасы об Унине, пишет, правда, про Веру Николаевну, что она очень глупая женщина, но об Унине она пишет минимум. То есть, письма проливают гораздо больше света на то, что было на самом деле. Но это правда или неправда? Мы можем позволить классикам писать такие письма? Мы только можем увидеть, до какой степени они были озабочены вот этими взаимоотношениями друг с другом. Насколько они разделяли письма, реальные встречи, творчество, насколько это вместе переливалось. То есть, вот эта сложная палитра вот этих всех взаимоотношений. То есть, вот видите, Бунин, конечно, пишет это удивительно красиво. А Кузнецова пишет потрясающе красиво. То есть, когда вы погружаетесь в творчество Кузнецовой, вы видите, что она блестящий поэт, и вы видите, как бы, до какой степени она тонкая писательница. Ну, вот известно, есть, даже в интернете есть ее сборник стихов «Оливковый сад», очень красивый, там есть автограф Бунина, он дарит эту книгу не кому-то, а Вячеславу Иванову, о котором мы с вами говорили. То есть, это метро русской поэзии. И просьба Бунина дать свой отзыв. И Вячеслав Иванов высоко ценит поэзию Галины Кузнецовой. И действительно, если вы открываете стихи, то там необыкновенная красота, там пейзажи, ощущение грусти, ощущение вечности. То есть, там такая французская и русская культура, которые сливаются воедино. Ну, вот послушайте поэзию Галины Кузнецовой. На горной дымке смутно-голубой, узор ветвей раскинутых и нежных, все-все, что мне даровано тобой, я сохраню сокровищницы нежной. Меня ничто не мучает, не жжет под взглядом глаз твоих орлино-зорких. Так пчелы собирают сладкий мед с иных цветов, губительных и горьких. Ну, вот здесь образ замка, образ рыцаря. Самое интересное, вот я специально стихотворение подготовила, там образ лирический герой мужчина, то есть там ни о каких женщинах, вот о всех этих придуманных исследователями трансформирующийся гендер, это абсолютно ерунда. Если вы послушаете это стихотворение, посмотрите, здесь абсолютно мужчина. Ты привез меня в зубчатый замок, позабытый замок провансальский. Далеко он виден серой башней, в чаще синих итальянских пини. Я одна пришла по гулким залам, я одна пришла по гулким залам, по крутым и узким поворотам. Долго я стояла в старой нише, но поля холмистые смотрела. Здесь с тобой мы когда-то жили, было много слуг у нас и псарня, здесь когда-то темной ночью умирая родила я сына. Вот умирая родила я сына, мне кажется, это настолько такой женский крик о любви, который показывает степень одиночества, поэтому это взаимоотношение женское, это бесконечные зеркала того одиночества, в которое писательницы погружаются. Другие стихи очень яркие. Глухие слезы по щекам бегут, а ты, душа, как бы забыв о боли, уже глядишь в ту солнечную мглу над листьями блестящими магнолии, там облака клубясь, как снежный дым, и два тумани острые вершины, плывут, плывут по склонам голубым, подобные жемчужной паутине. Очень яркие стихи. И знаю вновь готова верить ты, в омытые прибоем темным страны, бесшумные пустые океаны, чуть видные со страшной высоты, ты чуешь мир невременный, непленный, где мы пройдем бесследно и забвенно, но вечный мир, в котором смены нет, где сладостно струится синий цвет, свет. И вот сразу за сборником стихов публикуется проза парижских числах в журнале, это 30-е годы, и вот даны подробные комментарии к сборнику прозы утра. Критика пишет, здесь есть у Кузнецовой очень большая чуткость к атмосфере, живости, некоторая своеобразность в ощущении природы, есть и мастерство в передаче, ее описания не скучны, ее настроения передаются ее читателю, неизвестно почему, потому ли, что всем знакомы и французская осень, и луга Украины, и море эмигрантское, море с огнями, посадками, волнорезами, с чужой южной синевой, потому ли, что это где-то когда-то было, в жизни или в литературе, но читать такие места по-старому приятно. Вот такая у нее яркая проза, так они и пишут. К сожалению, автор не ограничивается литературными пейзажами, есть какая-то попытка создавать типы эмигрантской женщины, например, все эти Тани, Лиза, Вера, и одно лицо, вот так ее критикуют. Получается, что-то натянутое, какие-то тургеневские девушки, немного выродившиеся, не привившиеся на чужой почве. Есть также какое-то поверхностное затрагивание вопросов вечных. Выходит наивно, неубедительно. Рассказ «Ночлег», рассуждение Внесорьева в рассказе «Синие горы», иногда даже немного пошло «Утро и осень». Вот такая критика, такая яркая критика ее творчества. Рене Гераф, к которому переходит архив Кузнецовой, он цитирует очень хорошую рецензию Георгия Адамовича. Георгий Адамович это нещадный критик, друг Георгиева Иванова. Он пишет аж вот так о Галине Кузнецовой. Галина Кузнецова пишет как будто ни о чем, но касается она многого. Это тот самый Георгий Адамович, который хвалит Владимира Набокова, когда его все, в частности, роман «Отчаяние», когда его все критикуют. В ее повестях ничего не происходит или почти ничего. Случай в них не играет никакой роли. Она рассказывает не о том, что в жизни иногда бывает, а лишь о том, что в жизни всегда есть, всегда всему радуется. И своим невинным, невиданным раньше светом освещает она это всегда присутствующее. Вот такая Галина Кузнецова. Вот Георгий Адамович это замечает. рассказ Галины Кузнецовой «Утро». Я вам позволю себе прочитать, чтобы вы в ее прозу погрузились. Ее проза как стихи абсолютно, как пейзаж такой, граски. Стоя перед зеркалом в полутьме он завязывал галстук. Полоски солнечного света, пробиваясь сквозь щели затертых ставень, ложились ему на плечи, на край белого умывальника, на толстый линолеум, разосланный на полу. Было уже около десяти часов, но ему жаль было будить жену, и он одевался, стараясь не шуметь, взглядываясь в темное зеркало, где смутно белела широкая постель с утонувшей в подушках стриженной женской головой. В дверь постучали, он быстро на носках подошел к постели. Милая пора, сказал он, нежно наклоняясь над спящей. Десять часов, ты помнишь, что мы нынче идем в Ментону? Она повелевалась, открыла глаза, сонно улыбнулась ему. В дверь опять постучали. Он выпрямился и строго сказал, войдите, горничная внесла на подносе кофе на двоих, поставила поднос на стол с привычным любопытством рассматривая новых постояльцев, которых она угадывала новобрачных, совершающих свадебное путешествие. Мадам и месье разрешат открыть ставни? Вы прямо представляете эти картины? Прекрасная погода для прогулок. Впрочем, здесь, в Каннах, всегда прекрасная погода. Как же заканчивается такой рассказ? Вот она говорит ему, как я благодарна вам за вашу музыку, сказал он, когда она кончила, вставая и подходя к роялю. Я так давно не слыхал ее, так одичал. Ведь вы знаете, бывали целые месяцы, когда я не видел ни души и разговаривал только со своей старой кухаркой. Вот так он говорит ей. Возвращался он ночью, пешком. Ночь была очень черная, до дома было километров девять, но он не думал об этом. Он шел посреди темного, пустого, звонко отзывающегося на каждый удар палки шоссе и жадно нюхал воздух, полный сложных осенних запах. Земля была очень темна, деревьев не было, были только темные массы, ощущения чего-то густого и свежего. Настолько насыщенная ее проза, правда? Но постепенно, когда глаза привыкли к темноте, он стал различать изогнутые очертания акации, черные острова с осен, замкнувшиеся в свое молчание громады кипарисов. Абсолютно такой пейзаж южно-французский. Среди них еще белый было сияние звезд, усеивающее небо. Что это есть в них такое непонятное и притягивающее, думал он, идя и смотря на звезды. Почему мне кажется, что они живые, что они думают? Молодец все-таки Красовский. В Париже надо будет сходить послушать хорошую музыку. А вот дерево уже совсем голое, осень. Ну и пусть, пусть он шел и шаги его и палка звонко стучали по дороге. Ну вот можно сказать, что это как легкое дыхание Бунина, да, вот это пусть, пусть он шел и шаги его и палка звонко стучали по дороге. Он шел посреди темного, пустого, звонко отзывающегося на каждый удар палки шоссе и жадно нюхал воздух полный сложных осенних запахов. Земля была очень темна, деревьев не было, было только темные массы, ощущение чего-то густого и свежего. Вот здесь такая синестезия, да, просто поэтическая. То есть, конечно, то, что мы видим, это потрясающее владение Галиной Кузнецовой стилем, это определенная схожесть ее творчества с Буниным, вот, и вырисовывается совсем другая личность. То есть, вот моя задача была вам показать вот такую мифологию, которая, с одной стороны, как бы, вот здесь нельзя сказать, что есть реально. Вот для меня Галина Кузнецова, это, конечно, ее творчество, вот, это новые взаимоотношения, которые открываются из-за переписки, потому что, конечно, переписка с Ниной Берберовой, она проливает вот такое, как бы, абсолютно понятно по письмам, насколько она душевный человек, как она проникается, как она дипломатично обходит определенного рода вот такие, ну, с таким, наверное, рациональным характером Нины Берберовой, высказанные замечания по поводу Ивана Бунина, вот, мы знаем те факты, которые говорят о том, что она была, Галина Кузнецова была под сильным влиянием людей, попадала, то есть, вот она как бы попала под влияние Бунина, также она попала под влияние Марги Степун, но об этом говорит Ренеггера, вот ссылаясь на фотографию, как они похожи, но тем не менее мы видим, что она сознательно умалчивает о каких-то подробностях, что она до конца Бунине пишет как бы вот об образе учителя, то есть, она нивелирует какие-то сложности, и, конечно, ей совершенно не свойственно эту правду открывать, то есть, вырисовывается, если не очаровательный образ, но такой очень достаточно сложный, проникновенный как бы вот образ писательницы, которая в своем становлении, в своей непростой жизни вот попадает и является такой важной фигурой. То есть, если предисловие к Градскому дневнику Ирины Демидовой во многом, во многом это предисловие, конечно, Ольге Демидовой, простите, во многом это предисловие как бы говорит о том, что Галина Кузнецова сильный очень такой персонаж, и яркий, и независимый, то мы как бы можем пойти дальше, увидеть в ней большую писательницу, интересную писательницу, и увидеть, насколько она была, если не дипломатичным, но вот таким как бы человеком в становлении, да, то есть, мы видим, что все, что мы знаем о человеке, по большому счету, это как бы вот набор тех фактов, которые дают нам исследователи современные, исследователи, которые видели, да, этих людей, и сами тексты, то есть, это все вместе, простите, если несколько сумбурно я какие-то вещи говорила, но вот я до конца тоже в каких-то вещах не уверена, и почему я начала вот с этой переписки, мне показалось, что некоторые вещи, они необоснованные, да, вот в частности, подробности про Анину Берберову, мне кажется, необоснованная вот эта идея про Мину Журно, и вообще, вот этот женский вопрос, как мы его так деликатно назовем, он все равно преувеличен, потому что, вот потому, мне кажется, что вы видели, здесь женщины борются с жизнью, с очень непростыми условиями, со своим одиночеством, и проникают друг к другу эмоционально, они создают вот это поле напряжения, которое называется любовью или дружбой, и как бы вот я вас призываю не попадаться вот на более дешевую интерпретацию, потому что, к сожалению, о Галине Кузнецовой огромное количество информации, вот как бы они дальше идут, но это упрощенное понимание отношений между женщинами, поэтому вот я призываю вас увидеть в ней писательницу, очень интересного, близкого друга семьи Буниных, очень неоднозначную фигуру, которая имеет свою очень важную нишу для Серебряного века, и, конечно, интересно прочитать ее переписку с Ниной Берберовой, вот, как интересно прочитать все, что издается Лидским архивом, все, что опубликовано о Нине Берберовой, о других писателях, то есть это все вот постоянное такое ознакомление с их творчеством, постоянный такой диалог, что мы можем знать, что мы должны знать, что мы видим в тексте, вот, и, как бы, я, особое внимание ваше, как бы, мне кажется, нужно обратить на тексты, то есть вот если Кузнецовы, мы видим, насколько это поэтическая натура, то, конечно, они не Берберы, мы видим, насколько это иррациональная натура, и дипломатическая натура, такая дипломатичная, ее дипломатичность, ее собственный миф, за который она берет ответственность, то есть когда она пишет курсив мой, она выбирает те детали, которые ей кажутся наиболее интересными, какое мы имеем право как бы открывать, проливать больший свет на те, как бы, идеи, которые она излагает, если она не хочет о них говорить, вот такие возникают вопросы, вот, есть у вас какие-то вопросы, что бы вы хотели спросить?